Если ты хороший пёсик с хожигав. Я уж подумал, что кинокрады завелись. Да, это я. Привет. Соответственно, она знала о том, что он к этому причастен. Видимо, из-за этого он решил отомстить полицейским, напал на них. Вот здесь. О, Фородей. Да. Хочу тебе ещё кое-что сказать. Да, сейчас говори, я пока смою себе всё, на что не могу смотреть. Да, вот так. Ох. Ага. Ох. Чего? Слушай, та мексиканка, который ты говорил, в общем... Могу, конечно, ошибаться, но она вроде не так просто, как кажется. Да что ты говоришь, мне тоже так кажется. Угу. Ну, хорошо. Ладно. Ну, как бы... Пока не мои проблемы это. Пока она ничего не сделала здесь, да? И пока не работает на загадочника. А может и работает, как знать. Хм. Интересно. Да иди. Не понял. Извини, это... Я держался как мог, когда кровь увидел, но... Всё. Нормально. Интересно получается. Да. Надо водички выпить. А ты аккуратнее там... Угу. Ты... Аккуратнее там с теми, с кем ты общаешься. А я аккуратно. Помоги все-таки получил, видимо, от их ударов. Поэтому да, аккуратнее. Если что, говори. Пойду поищу по жрепу. Да. Договорились. Мистер Холл, можно, пожалуйста, кофе? Можно. 50% сейчас по большому кухне понагреет. Я смотрю вас от клиентов и... Нет... Простите, тяжело соображать. Отбоя нет? Да. Вы абсолютно правы. Мне на один момент показалось, что мне не хватит даже времени заполнить дюмный отчёт. Я занимался этим, пока вы не зашли. А, ну прошу прощения. Ничего страшного, там подогрелось почти сейчас. У вас, спасибо. Ну, залпом. Осторожно, уже горячая. Гадость. Да. Может, полегче стоит? Спасибо. Спасибо. Да не за что. Вот так нормально. Вот так хорошо. Пирожочек. О, я тебя знаю. Бобби? Да, красотка. Да. Хочешь, я спою за 20 центов? Мы собираем псу на говядинку. А, ну и давайте я куплю говядину у псу лучше. Ну и ты мне дашь 20 центов. Просто мы хотим... Я его обучила песню, он мне подпевает. У меня только есть 10 центов. Так, сейчас может ещё кто-то 10 центов. Подожди. Эй, пирожочек. Можешь выйти? Вот, перекурить на пару минут, ну. В общем, хочу... Что ж такое-то? 10 центов снежалка? О, я такой милый. Я так и люблю животных. Ну что, нашли кого-нибудь с 10 центов? Да, нашли. О, мистер Холл, да. Это вы... Так, вот держите здесь. Собачка. Сразу платить или потом? Нет, подождите, мы споём. Вы похлопайте, готовьтесь хлопать после того, как мы закончим. Ну что, община, готов? Так. Фу, три, четыре. Если ты хороший пёсик, скажи гав... Эй. Ну это... Ну что ты меня позоришь? Ну не... Не вы... Начинаю всё сначала. Так. Три, четы... Так. К ноге. Ко мне. Ну всё. Так. Начинаем. Три, четыре. Если ты хороший пёсик, скажи гав... Если ты хороший пёсик... Если ты хороший пёсик, если ты хороший пёсик... Если ты хороший пёсик, скажи гав... О! Прекрасно. просто уху прекрасно хороший все есть центов и мы пойдем за говядины держите сейчас держите странно что кусок говядины столько же сколько и стакан бурбан так что это новое то вас тут не надо быть надо быть пошли говядину чеку нет 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 все спокойно нормально хорошо рынке ух где моя лошадь у меня подрезали лошадь сэр вы не видели лошадь вот отсюда связывал и кто-нибудь отвязывал вот теперь наш лошадь смотрите но я тут не было час не понимаю это твоя лошадь да ты не замечал на пропажу замечал но потом она здесь появилась я нечаянно ее в общем-то забрала она на мою просто очень похожи аккуратненько стояла рядом вот мой конь новый понял понял ладно аккуратнее то я уж подумал чтобы накрады завелись на это я привет не понял дайте мне руки опа так винтом делать поле делать интересно здесь клауд как ваш день видимо у меня что-то с ушами отбили видимо извините миссис клауд да мистер фаррадей о да наконец-то мне просто сегодня по голове прилетела от мужика в переулке и и и да все в порядке он уже в полицейском офисе как ваше утро день прекрасно можно сказать даже выспалась а вы как прекрасно не выспался и но хорошо хорошо голова не болит после вчерашнего и то славно а почему не выспались я не высыпаюсь часто я не люблю спать очень странно согласен согласен мистер прайс вас нашел нет а он прибыл он прибыл я вот сказал что если вас увижу то передачи вам что он здесь проводить вам хотите давайте давайте как вы себя чувствуете после отбытия коде я знаю что он хороших руках поэтому принципе не то что вы переживаю мистер прайсу я доверяю мистер стилы стивенсу тем более это есть мистер стивенсон это который на месте да там уже встретил коди понял ваш тез как стать роберт стивенс а роберт понятно понятно ну по крайней мере да это нью-йорк по и вас тут пару суток и вы уже там но вот так тому что до что пару суток и вы уже с ним встретились поэтому а вот если на корабле то вообще сутки день и вы же с ним да да вот и правда корабль да еще ночью прибыл я просто приходил и сказали что вы спите поэтому да не стал беспокоить да спасибо я уж сегодня когда коди отправлялся про прочесал пирс и думал что мало ли чтоб загадочник выкинув вроде все в порядке было не вроде а точно поэтому это хорошо значит он сдержал свое слово из когда сказал что он покинет blackwater ну да наверное а может быть это за тиши перед бурей очень рада уже об этом думаю конечно поэтому бинокль всегда при мне мистер прайс я нашел миссис клауд но случайно нашел не специально то чтобы я искал ее всю ночь и весь день и все утро ну ладно вам наверное есть о чем поговорить и миссис клауд хорошего дня спасибо до свидания до свидания а а миссис клауд миссис клауд можно пару слов пожалуйста прошу прощения я вспомнил кое-что а можно мне ключи от того тайника есть он там еще есть а нет скорее всего нет я понял просто оттуда забрала я собственно но туда его зарубить если возможно потому что есть вещи допустим материалы дела по загадочнику и в лошади сутильные сумках рассказать собой не очень хочется я могу их там оставить что вы можете ознакомиться может быть тоже что-то вас хорошо натолкнет на какие-то мысли хорошо я так собственно все сделаю и сейчас тогда я могу вам прям ключ передать а потом скажу что вы поймете я думаю да да хорошо спасибо огромное спасибо да все хорошо вам тоже на следующий день о капитан мистер парады а здрасте как ваш день что рубашка промокла вся насквозь а ну да да и дождь мистер парады и соответственно сегодня я узнал одну информацию которая может вам пригодится также у меня для вас задать и мне тоже есть информация для вас да мне сообщили информацию о том что мисс холл речи знала о том что ее брат был причастен который был убит офицерами флином и началом началом райд к убийству мистера кофа ее брат был причастен к убийству к этому дак мистера к убийству мистер кофа мистер кофа человек с фирмы бичер скоб он был убит мистером фразером ответственно она знала о том что он к этому причасти видимо за это и был он и решил полицейским напал на них ну вот то есть он понял что не знаю и решил стрелять также мне сообщили что мария часто меняет до сих пор тему когда заходит тема ее братья мне сообщили о том что мисс холл уехала из города лондон и также двоюродный брат ее сообщил о том что лондоне ее муж был убит во время измены после чего же мисс холл покинула думаете причастна как-то на к этому ну не знаю этого не так уж и важно но до другой страны также мне сказали о том что загадочник сообщил коде о том что триума ты его новый дом да 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 я хотел сказать трюму в корабле в бухте воров я вчера ездил осматривал территорию там стоит ржавая корыто он привел туда коде и сказал что твой номер новый дом нет еще в общем у нас тут завелись так сказать местные грабители вроде как я знаю я хотел вас представить к этому делу да вот и с ними так сказать мой человек там у них среди них или нор мискин вот и она вчера меня предупредила что они уже хотели меня грабить этот я так называю фрэнки не так и не забываю как его зовут бородатый ходит такой в шляпе на пол лица чему они причастны она она сказала что они хотели меня грабить вместе с мистером розерфордом и предупредила меня чтобы я никуда не выезжал за город а больше она ничего не знает больше она мне ничего не сказала но она сказала также что ей приходится ну в общем у нее это прямой долг перед мексиканцами и вот я так понимаю она каким-то образом хочет накопить на этот долг и она сказала что и она готова пойти на любые вещи но собственно она мне информацию доносит получается поэтому все-таки она как бы наш человек среди чужих я сейчас хочу заняться тем чтобы разобраться с этими дали лобос должны уничтожить это гнездо воров убийц вот а по поводу вот этих вот грабителей надо подумать мы связаны ли они как-то с нападением на ферму может быть как раз этот фрэнки и розерфорд они как раз и были как-то там пусть ваша подруга тогда этим разберется и сообщит вам соответственно показания хорошо хорошо так у вас финансовые проблемы за трудности есть нет нет на еду хватает я хотел вам выдать зарплату за все время так держите а ну тогда и не откажусь конечно нет о да спасибо спасибо за соответственно так у вас только револьвер да да ну сейчас куплю нож на всякий случай да соответственно приступать к этому делу тогда там если сможете с ними справиться соответственно надо будет задержать и отправиться понял хорошо договорились ну главное чтобы было доказано что а то намерение это все-таки не преступление поэтому посмотрим да договорились договорились тогда могу идти да также познавайте насчет дугласа блэка дугласа блэка это кто человек выглядит черные волосы черная густая борода среднего роста он брал у меня так скажем в долг лицензия охотника за головами и должен был поймать черную вдову но он не поймал соответ соответственно и пропал с лицами а то есть если где-то появится мне его к вам ввести совсем так просто мне вам проинформируйте если увидите понял хорошо договорились хотела вас предупредить о том что мистер флеминг работает мистер флеминг да хорошо то есть если он быстро страна вести это он вы можете знать о том что на меня работает мистер флеминг мистер фишер мистер грей еще один человек пока которым сообщать не буду хорошо хорошо все так а по поводу этим людям можно доверять по поводу мисс холл с этой информации нам попробуйте опять разговаривать или она будет опять отнекиваться и что пока мы с этим делаем не также мистер флеминг сообщил о том что видел ее во первых она ему сообщала до допроса еще о том что знает что ее брата убил мистера вторым флином она нам собрала также она была им замечена когда коди был избит возле этого ветряка да она она с ним было вроде говоря он сказал что вроде как она с ним ездила туда да мне говорила что она рядом не подходила туда вот соответственно уже есть доказанные случаи лжи правоохранительным органам во время допроса соответственно это уже хватает для того чтобы отправить сиську хорошо он тогда если она появится в городе также слежу за ней на сделать так чтобы она пришла не раскрывая свое положение по договорились хорошо то есть чтобы она и при в общем пристили каким-то способом суда и да да я задержат и посадим тюрьму договорились договорились все тогда спасибо спасибо пидор мистер портер здравствуйте мы можем да конечно давайте куда вы где вам удобно не без разницы ну давайте сейчас пройдемся куда-нибудь вот а я знаю на место пойдемте вон там к дереву застройка и там обычно тихо спокойно и не переживайте не завожу узкую никуда в тему в темном угол не беспокойтесь хорошо я говорил с мистером бушин а он отлично я доверяю ему соответственно потому что я так понимаю вы будете заниматься по делу связано с фермой с нападением и мне бы хотелось узнать что вы вообще собирается сделать поступать я хочу сейчас у меня есть ну то есть в день когда ограбили ферму меня был разговор с одним человеком который знает еще двух человек и этот человек сказал что они готовы пойти на все чтобы заработать деньги вот а потом мы вчера мне сказали что эти два человека опять-таки хотели меня ограбить когда я выйду из города и вот мне есть предположение что на на фирму они нападали потому что они все видели что ну если это городские люди они видели что мы все праздновали миссис портера джейкоб они все были в салоне вместе с нами поэтому если кто-то видел нашу большую к шумную компанию могут этим воспользоваться поэтому я попробую это проверить эту теорию если нет то буду при проеду осмотрю также территорию фермы посмотрю откуда там что осталось может быть но это прямо уже все все смотрю надо но смотрите ничего не успел потому что я только не давно вернулся собственно говоря если понадобится помощь я помогу чем смогу сопровождение и так далее потому что сами понимаете это моих интересно и если не будет сложно то все информацию которые будете получать то было бы неплохо и и получать также да да нет договорились все таки это касается вас первым же вам относится вот так хорошо тогда можете по может быть есть недоброжелательные какие-нибудь в городе или вне города вот в может быть ваши вместе спортера джейкоба можете у них узнать сами в принципе можете понимать после последних событий которые связаны со мной надо что может быть кто угадается доброжелатели так открытых конфликтов у меня особо никогда не было более как я понимаю сколько они нападали на фермы люди были в основном разные одних людей мексиканцев получилось поймать то есть одних поймали но появлялись другие получается да я так понимаю что это разные тогда тут системы никакой нет значит это какие-то залетные но я проверю теорию с грабителями местными знаете мистера роза форда а вот такого мужика я его называю его фрэнки но точно не фрэнки зовут большая брода длинные волосы шляпа на пол лица ходит говорит как-то я последние не не посещаю город потому что не моих интересов находиться понимаю да но если вот увидите вот эти тут этих двух людей то присмотритесь к ним потому что вот вполне вероятно что они могут быть причастны но как минимум к покупку к покушению подготовки на покушение на моё ограбление потому что не знаю как они связаны с первой но нужно будет проверить хорошо буду иметь ввиду и если вы захотите посмотреть ферма то думаю мы либо утром отправимся на нее можете присоединиться да да давайте к раздаю хотел вам предложить утром съездить посмотреть все хорошо тогда мистер порта это вам спасибо за доверие так сказать что еще остается делать ну да как ваши дела в целом ну после того как я съездил к представитель организации папку где меня прилюдно унизили скажем так и уволили при этом помиловали не посадили не повесили то в принципе неплохо знакомой ситуации когда я вернулся знал что на фирмы напали честно говоря уже надоело эти поставили нападение да как будто не других фирм вообще в круге а слушайте мистер портер еще вопрос вы же за загадочком охотились вы и вы вы посещали бухт воров да я думаю по моей речи было понятно что он мы вели строничество но магнит этот город немного ценчиков откади для визы мои свои отказался нет я ну просто я именно вот в вы вы видели там корабль который стоит ржавый да вот там вот там я тоже да я там вот знаете какая штука загадочник последняя встреча с коди когда он приехал в город звезды динамите загадочник и коде уехал он нашел коде и привез его в бухту воров и провел его в каюту одну из кают этого корабля от трюм в трюм и сказал что теперь это будет его новый дом но вот какая штука других так сказать жителей бухта воров туда не пускают и прогоняет оттуда вас вот может быть вы что-то вспомните что-то связанное с этим кораблем с двух товаров мне кажется загадочник бывают там если не часто бывает то имеет связи какие-то ничего там не бросалось вам глаза на самом деле нет туда стекается разный сброс кто хочет заработать и так далее весьма законным путем что ты из рода вон нет единственное что странно я видел что я разговаривал с главный по поводу того дня когда пропал коде вот его отчетливо видели что там находился нового мама сита несколько что его сюда не привозили ну значит они точно как минимум сотрудничают с загадочником или умалчивают то что он там бывает но это понятно да не напрямую вряд ли кто-то сказал бы вам да понял спасибо спасибо если будут еще вопросы договорились договорить все тогда хорошо мистер порта спасибо встретимся наверно утром около салона да и там то тут уже отправимся пока хорошего вечера а вон миссис портер идет он когда мы отправимся в город я думаю не помешает с качествами осмотрит уехать можно сейчас потому что ко мне вышел заспанный плотник и говорит ну так сейчас ночь мы ничего делать не будем но и ночью вряд ли можно смотреть хорошо все уже сколько дней прошло следа в этом вряд ли не найдете ну не следы я просто посмотрите откуда все было вытащено было в принципе произошло у нас как бы есть лампы в доме так уж темно просто сами понимаете мне теперь делал еще больше чтобы денете занимать но либо с утра когда заедем за плотником и к вам обратимся давай сюда когда вместе уже там пойдем чтобы не ездить в ночи из города на ферму ну сейчас нам все равно надо будет поехать скорее всего а да и спортер имеет виду что мы утром вернемся и уже вы с нами понял ну хорошо давайте не буду там ночью вас беспокоить и давайте утром уже спасибо спасибо верю на слово добрый вечер мистер холл как дела отлично прекрасно да тоже сыровые как вызовут энтони энтони орлов очень приятно познакомиться мистер орлов приятно меня зовут фрадой фрадой очень очень приятно я тут знаете но вот прибывший как в городе у вас тут все спокойно да да с недавних пор все хорошо все спокойно замечательно я слышу позволение здесь утону здравствуйте его позволение нужно попросить поэтому утоните сколько хотите только не взрывайте ничего пожалуйста взорвать почему взрывать я не собираюсь ничего взрывать поэтому я сказал что не надо ничего взрывать а почему заговорили про взрывы были тут взрывы понятно я не пугаю просто говорю чтоб он ничего не взрывало где-то пугать разве так у вас здесь какие-то подрывники обитали что ли да но сейчас уже уже все они он ушел из этого города и все наладилось ну замечательным выпьем за это выпить и выпить а мне сегодня нужно пока что трезвый ум нужен да мистер флейминг да я запишу этот день свой блокнот хорошо договорились потом выпьем за это здрасьте да нет не да вам не вам мистер мистер холла а вот вам слева от меня слушайте я вас уже довольно часто вижу в городе но не помню как вас зовут скажите как вы зовут гости а фамилия 8 маунт очень приятно между фрадой а то что там прав угрожали что ли ну что-то в этом духе а чем вы занимаетесь городе пока только настройки понял понял а чем хотите заниматься но это конечно я могу пожелать вам только удачи в этом то что на раньше здесь проблему прибыли ближайших нападают ванит постоянно а ну кстати как вариант хорошо мистер маунт очень приятно познакомиться взаимно это имя или фамилия фамилия бобби спасибо